но мне нравится не знаю как вам вам нравится атмосфера приятно абрамов всегда всегда легкость какая-то всегда у людей все получается почему-то все все понимают никто не тупит я даже не знаю что это магия магия абрамов я так называю а вы знакомы с анатолием да встречаемся иногда с ним по вечерам сейчас по атакуем и атаки и скал гарда то что я люблю потому что вы можете очень долго и мучительно проходить гад но иногда хорошая быстрая атака она отвлекает партнера настолько сильно что вопрос о проходе карта снимается сам собой и партнер просто борется за свою жизнь первое что я бы сделано что я люблю делать отсюда из этой позиции в которую мы находимся с вами мы придем уже сразу в ту позицию которую я вам показал ну давайте я еще еще раз покажу то есть отсюда я не могу победить колено сразу я побеждаю рамку с одну побеждаю рамку другую делаю хип-свич то есть кидаю свой таз в район как в сторону партнера и забираю контроль головой вам здесь ребят не забывайте что если мой локоть открыт то у партнера слишком много места поэтому я должен закрыть локоть приезжать все здесь и этому одну как бы основа моей жизни я могу пробивать я могу вернуться я могу начать отсюда работу ну по своим каким-то сабмишином но мне больше нравится здесь зафиксировать партнера вытащить колено обеспечить себе достаточно мобильность вернуться обратно и оказаться снова здесь здесь когда я большим пальцем давлю подмышку может быть неприятно но конечно партнер от этого в реальной свадки не постучит здесь это элемент используется не для того чтобы причинить партнеру боли для того чтобы его плечо положить на но чаще всего для меня это способ знаете здесь обычно у нас начинается игра вот из грима или underhook как его называют образец называет из грима вот это об этом все время то есть я иду ему в underhook он понимает идет ко мне если он победил то я в плохой ситуации поэтому я не играю в эту игру я сразу кладу пальцем больше сюда я как бы прижимаю здесь свое локоть свое плечо здесь все плоско я начинаю давить вот этим вот на его рамку на его плечо это для меня выгоднее чем борьба здесь бороться за с грима и проиграть а этой рукой я буду продолжать обманывать рамку в конце концов давление за решаем но предположим вы с огромным чуваком боретесь и давление не решает или вы супер устали у вас ничего здесь не получается против этой рамки можно работать что таким образом вы опять же снизимаете нижние нижнюю рамочку неплохо было бы поддавливать бицепс я люблю как будто бы удар в бицепс легкие такое давление потом старую рамочку снимаю тоже снаружи и теперь здесь я пальца беру колечком и протягиваю эту руку подальше то есть насколько я могу и протянуть то столько и протягиваю первая правая рука идет под грудью партнера мимо его челюсти я хочу поймать голову мое плечо опускается ему подмышку и я хочу опустить плечо как можно ниже к полу то есть я подворачиваю свое тело в этот же момент я начинаю не слайдить здесь потому что отсюда закрыть замок мне будет тяжело мне нужно освободить свои ноги я начинаю не слайдить сторону партнера контролирую его руку и руку поджимаю под себя убирая под свой живот часто бывает так что я прохожу партнер понимает что у него проблемы он отпускает гард и я прохожу но бывает я застреваю здесь и в целом даже если я застрял то когда я вытащил таз далеко и прижал партнера я здесь могу до закрыть но чаще всего когда я иду вперед и у меня здесь возникают сложности я просто бью ногой по колену партнера снимаю захват и здесь доделываю свой сетап дарса давайте я вам покажу как его хорошо брать сперва мы берем за голову и подтягиваем голову к себе для меня это супер важно также супер важно плечо как можно глубже подмышки у партнера когда я накладываю свою верхнюю руку я хочу локоть еще больше затылок подавить партнер локтем иногда бывает такое что отсюда я ставлю руку в пол давлю на партнера ведь таким образом плечом давлю и таким образом его голова подламывается я приобретаю лучший контроль что для меня хороший контроль это когда мои пальцы идут в сторону моего трицепса и цепляются и держатся надежно за мой трицепс после этого моя левая рука начинает также пальцами и двигаться по дельтовидной мышцы партнера или вернее это широчайшая ну в общем да по широчайшей бам-бам-бам-бам пальчиками я захожу сюда цепляюсь когда я зацепился мне желательно зацепиться в районе подмышки прям схватиться за мышцу руками и так чтобы я мог на ней повиснуть бам-бам-бам-бам я дошел зацепился обычно вам здесь скажут отбрасывайте ноги и доделывайте дарс давлением на партнера честно говоря у меня так почти никогда не получается или я трачу огромное количество энергии поэтому я здесь просто давлю на партнера чтобы подавить но не разворачиваю немножечко свое свое тело налево и я пытаюсь правой ногой захватить либо ноги либо сразу перешагнуть через партнера и таким образом оказаться таком техническом маунте вот теперь у меня есть эта нога для того чтобы поднимать свой правый локоть наверх и вот это самое брутальное завершение дарса на мой взгляд то есть я поднимаю правый локоть наверх и у партнера как будто бы скручивается шея это омерзительно попробуйте сейчас поймете о чем я говорю ну давайте еще раз по шагам пройдусь давайте сразу придем ну чтобы отрабатывать именно дарс давайте сразу придем в позицию где у меня нога застряла я сижу на коляночках у своего партнера одна нога отставлена у партнера есть рамки я обхожу нижнюю рамку надавлю на нее чтобы зафиксировать эту победу обхожу верхнюю рамку и возьмусь колечком и протяну руку теперь моя правая рука идет как бы ныряющее такое движение я опускаю плечо низко низко как можно ниже под мышку партнера моя рука проходит мимо его лица я захватываю голову и я начинаю этим же захватывать убирать вот себя руку и выскальзывать не слайды выскальзываю выскальзываю захожу сюда моя левая рука обходит голову я снова надавливаю локтем ему на затылок соединяю свои руки мои пальчики делаю такие улучшающие движения моя левая рука начинает тоже идти по телу партнера пока она не дойдет и не зацепится надежно за мышцу потратьте здесь время ребят это стоит того не делайте отсюда не доделаете лучше взяться вот здесь когда я все я понял что я все все взял у меня все надежно вот только теперь я начинаю поддавливать на партнера подходить к нему и теперь в одно движение я делаю перешаг ногой партнер если партнер большой и сопротивляется ногами то иногда можно просто ноги обойти и потом я как бы подшагиваю 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 и перехожу сюда вот теперь этой ногой я буду отталкивать себя от того а локоть правой руки я буду поднимать наверх вот эта острая часть лежит на шее у моего партнера и когда я поднимаю локоть наверх я воздействую вот таким образом это очень место я скручиваю свое тело как бы сейчас я левым ухом буду опускаться пола а правая наоборот поднимать наверх правый локоть поднимать наверх вот так вы завершите дарт гораздо более эффективно чем в классическом способе попробуем точно 1 2 3 так так Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова и такой момент сейчас у нас обед обед до 3 до 15 часов да если вам нужно помыться быстренько смотать и не нужно мыться и талончик его с собой прям поднимаетесь наверх и кушаете да а